Друзья, финальная на сегодня тема – это менопауза и эндотелиальная дисфункция возможностей терапевтической коррекции. И с этой темой доктор медицинских наук, профессор Национального научного центра материнства и детства UMC University Medical Center Толшина Мухадесовна Укибасова. Уважаемые коллеги, добрый день. Друзья, сегодня мы с вами будем говорить о менопаузе эндотелиальной дисфункции. Конечно, качество жизни менопаузы на сегодняшний день является одной из важнейших проблем медицины, да и социальная эта проблема. Связана она с тем, что продолжительность жизни населения в развитых странах мира достаточно длительная. И в связи с этим возрос контингент женщин в возрасте старше 50 лет и старше. Это возраст, в котором происходит физиологическое угасание функций яичников, развивается состояние гипоэстрогении, и оно сопровожается различными нейроэндокринными, сосудистыми нарушениями, в основе которых и лежит эндотелиальная дисфункция. И следствием такой эндотелиальной дисфункции из-за гипоэстрогении являются сердечно-сосудистые заболевания, депрессивное состояние, остеопороз. Естественно, это сказывается, значительно снижает качество жизни женщин, сказывается на снижении их трудовой и социальной активности, сопровождается нарушениями психосоциальной адаптации. Хирургическая менопауза на сегодняшний день тоже имеет немаловажное значение в связи с различными состояниями здоровья женщин, в особенности это касается онкологических заболеваний, гормонозависимых. И поэтому нейроэндокринные и сосудистые нарушения вследствие хирургической менопаузы бывают выражены в большей степени по сравнению с естественной менопаузой из-за того, что совершенно не происходит, не остается никакого периода времени на физиологическую адаптацию к новым условиям жизни в состоянии гипоэстрогении. Конечно, мы вынуждены признавать то, что изменения в женском организме в репродуктивном менструальном цикле являются нормальной составляющей репродуктивного старения. И вы, безусловно, все знаете периоды старения и цикла жизни женского организма, то, что мы называем эндокринологи-гинекологи Строл-10. И в нем периоды менопаузы, перименопаузы и постменопаузы уделяются особые значения. Снижение авариального резерва женского организма начинается уже примерно с возраста 31 года. И снижается фертильность в связи с тем, что снижается уровень эстрогестерона в первую очередь. Ну, а дальше уже происходит снижение и уровня эстрогенов. Возраст менопаузы в среднем на сегодняшний день приходится примерно от 48 до 52 лет. Но если остановиться на Казахстане, то средний возраст женщин в менопаузе, вступление в менопаузу женщин в Казахстане составляет в среднем 49,6 лет. На сегодняшний день население республики Казахстан более 19 миллионов. И 52% этого населения составляют женщины. Продолжительность жизни женщин в Казахстане также, как и во всем мире, несколько больше, чем у мужчин. И по прогнозам демографов к 2050 году примерно 41% населения будут составлять люди в возрасте от 50 лет и старше. Возраст, когда достигает наибольшего своего пика физическая активность, социальная, ролевая активность. Достигает пика карьерный рост и, конечно, фаза расцвета интеллектуальных возможностей. И в этот период как раз-таки у женщины начинается менопаузальный период. То есть наступает прекращение менструальной функции. В связи с этим развивается состояние гипоэстрогении. Менопауза. На сегодняшний день общеизвестный факт, что менопауза является одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в первую очередь. И если обратиться к мировой статистике и данном исследовании, то при естественном менопаузе, при наступлении естественной менопаузы на 34% повышается риск заболеваний ишемической болезнью сердца. На 30% выше риск инсульта. На 48% становится выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с менструирующими женщинами. Цифры, касающиеся ранней и преждевременной менопаузы, они несколько другие. То есть эти показатели даже выше, чем при возрасте наступления естественной менопаузы, поскольку внезапное прекращение менструальной функции вследствие каких-то хирургических вмешательств, лучевой терапии, химиотерапии или преждевременного угасания функций яичников при относительно молодом биологическом возрасте, они приводят к большему риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Этот риск приводит к повышенному риску развития инфаркта миокарда, риску развития артериальной гипертензии. Ну и вы видите, что хирургическая или химическая, или, скажем, лучевая нагрузка, которая приводит к аваректомии до 50 возрасте, до 50 лет, она увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний в 4,55 раза. Поэтому мы всегда, гинекологи, говорим о том, что даже если вопрос стоит о гистеректомии, то яичники необходимо сохранять, несмотря на то, что женщине там 40 лет, 45 лет, 46 лет, и даже при возрасте 50 лет. И перед вами прекрасная демонстрация того, насколько повышается риск развития артериальной гипертензии с наступлением менопаузы. Ну, этот риск, как вы видите, практически в 7 раз 6,5 раза выше у женщин менопаузы, чем у женщин в сохраненной функции яичников. И эта разница как раз-таки обусловлена состоянием гипоэстрогении. И проведенные международные исследования, в том числе многоцентровые исследования, с участием большого количества женщин, показали, в частности, исследование Джакобсона 99-го года, при изучении взаимосвязи между возрастом естественной менопаузой, общей смертностью и смертностью ишемической болезни, подтвердила гипотезу о том, что наступление менопаузы, то есть подтвердила известный факт, что наступление менопаузы связано с возрастом наступления менопаузы. Чем моложе возраст прекращения менструальной функции, тем больше увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, ишемической болезни сердца, возрастает как общая смертность от всех причин, так и связанность с инфарктом миокарда. Мультицентровое, мультиэтническое исследование атеросклероза, исследование МЭСа, результаты которого были подведены в 2012 году, показали, что преждевременная недостаточность яичников является значительным фактором, предиктором ишемической болезни сердца и инсульта, независимо от других факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии, с их последствиями и осложнениями, менопауза приводит еще и к метаболическим развитию метаболических заболеваний, метаболических синдромов, которые начинаются уже в возрасте пре-менопаузы и, конечно, возрастают в возрасте постменопаузы. Это менопаузальный метаболический синдром с формированием типичной фигуры по типу яблока, благодаря быстрой прибавке массы тела с развитием андроидного и висцерального типа ожирения. Это инсулинорезистентность, как следствие гипоэстрогении, и дислепитемия. И отсюда и формируются все те последствия и осложнения менопаузы, которые и известны нам на сегодняшний день. Если касаться проблем артериальной гипертензии, то артериальная гипертензия касается всех стран, и развитых стран, и развивающихся стран. Конечно, статистика развитых стран более корректная. И вот в развитых странах, таких как Германия, Англия, Соединенные Штаты Америки, Италия, Испания, показатели эти достаточно высокие, начиная от 55% Германии, это, может быть, один из наиболее высоких показателей артериальной гипертензии. В Швеции 38%, Англии 42%, Испании 47% среди взрослого населения. Ну, а в Казахстане этот процент составляет, этот показатель составляет 2,4% взрослого населения. 24% взрослого населения. В целом, если говорить по всему миру, то известная статистика – это 1,28 миллиарда женщин и мужчин страдает от артериальной гипертензии, и ежегодно в мире наступает 7,1 миллионов смертей от различных осложнений артериальной гипертензии. Мы говорили о том, что состояние гипоэстрогении приводит к развитию поражения эндотелия, к эндотелиальной дисфункции. И вот в основе развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, конечно, лежит дисфункция эндотелия. Дисфункция эндотелия является тем универсальным патогенетическим звеном развития сердечно-сосудистых заболеваний. И одним из механизмов, который приводит к эндотелиальной дисфункции у женщин, является состояние гипоэстрогении. Снижение уровня эстрадиола в женском организме в связи с прекращением менструальной функции, угасанием функций яичников, приводит к снижению уровня эстрадиола, основного активного гормона эстрогенного характера. И это приводит к относительному повышению уровня андрогена, относительно гиперандрогении, что сопровождается и формированием андрогенного, эстрального типа ожирения, приводит к накоплению или увеличению свободных жирных кислот в общем кровотоке, нарушению синтеза триглицеридов. Ну и отсюда идут все нарушения, связанные с тем, что снижается ли уровень липопротеидов в высокой плотности, повышается липопротеиды в низкой плотности. Это приводит к повышению коэффициента атерогенности. Ну а само состояние гипоэстрогении, помимо всего этого, приводит и к нарушению чувствительности сосудистой стенки, в частности эндотелии сосудов, к различным гормонам. Ведь известно, что рецепт атерогенов в значительном количестве находится в эндотелии сосудов, и отсюда идет нарушение восприятия сосудистой стенки к эстрогенам и другим гормонам, замедление кровотока, развитие воспалительного процесса в сосудистой стенке, в эндотелии сосудов. И оно сопровождается развитием как раз-таки нарушений, связанных с формированием атеросклеротических бляшек. Плюс к этому нарушение кровотока, замедление кровотока способствует повышению вязкости крови, нарушается чувствительность сосудистой стенки не только к гормонам, но и другим биологически активным веществам, снижается содержание оксида азота, основного вазодилитирующего фактора, повышается чувствительность к контрактильным веществам, плюс к этому развивается состояние инсулинорезистентности, связанное также с гиперэстрогенией, повышается уровень инсулина, развивается гиперинсулиномия, нарушается обмен катехолагнинов, что опять-таки приводит к повышению повышенной реакции со стороны сосудистой стенки и приводит к повышению артериального давления. В конечном итоге нарушается сосудистая резистентность ко всем биологически активным веществам, в том числе гормонам, катаколаминам, эндотелинам, ангетензинам и так далее. Помимо этого, сам эндотелий начинает высвобождать вазоактивные вещества, высвобождение таких вазоактивных веществ, которые в норме приводят к хорошей реакции, скажем так, сосудистой стенки. Это оксид азота, вазодилитирующие свойства, эндотелин, ангетензин-1, простоциклины, тромбоксаны. Кроме того, здесь в эндотелии высвобождаются, образуются факторы, препятствующие тромбообразованию. Это в нормальном состоянии. Это тромборезистентная поверхность, когда заряды минус-минус и происходит в эндотелии сосудистой стенки синтез оксида азота, дезагреганта, в том числе простоциклины. Об этом мы уже говорили. И все это связано в большей степени взаимосвязано еще и с эстрадиолом и рецепторами к эстрогенам в самом эндотерии. Тогда, когда снижается уровень эстрадиола, то и рецепторы становятся менее чувствительными к уровню различных веществ, биологических активных веществ. Но и сам синтез этих биологических активных веществ резко снижается в эндотелии. И повреждение эндотелии в результате воспалительного процесса плюс механическое повреждение, изношенность сосудистой стенки приводит к формированию атеросклероза, атеросклеротических бляшек, которые по данным исследований формируются уже в возрасте переменопаузы и возрастает жесткость крупных артерий, нарушается, повышается центральная рефлекторная волна, что приводит к повышению как пульсового давления, так и центрального давления в аорте. Все это составляет физиологический континуум, патофизиологический континуум, который лежит в основе развития кардиовоскулярных эпизодов и кардиовоскулярных заболеваний, то есть сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому учитывая, что на современном этапе требования к качеству жизни значительно возрасти среди нашего населения и в связи с ростом продолжительности жизни населения, в том числе женского населения, тогда известно, что примерно 34% своей жизни женщины проводят в постменопаузе, в перии и в постменопаузе. Конечно, поддержка и состояние здоровья, сохранение здоровья женщин в перии и менопаузе имеет огромное значение. Так вот, на сегодняшний день сохранение здоровья женщин и менеджмента так называемой перии и менопаузы включает в себя очень много моментов. В первую очередь, конечно, это образ жизни с соблюдением здоровой диеты, недопущение избыточной калорийности, это повышение физической активности, регулярной физической активности, это повышение и сохранение своей социальной среды, в том числе общения в социальной среде, интеллектуальной активности, но и вместе с тем большое значение придается медикаментозной и не медикаментозной поддержке женщин в перии и менопаузе и постменопаузе. Это, конечно, безусловно, менопаузальная гормонотерапия, как системная, так и локальная гормонотерапия, это метаболическая терапия, в том числе включая элергенин, о котором мы с вами сегодня будем говорить, и вот как метаболическая терапия, так и менопаузальная гормонотерапия, она призвана в первую очередь нивелировать симптомы менопаузы, которые являются мучительными для женщин, урогенитальные атрофии симптомы, но и основное место в этом на сегодняшний день научных изысканиях и клинической практике уделяется эндотериопротекции. И, конечно, когда есть у пациента или у человека есть заболевания, связанные с артериальной гипертензией, с поражением сосудов, с развитием инсулинорезистентности, то множество медикаментов, медицинских средств, лекарственных препаратов имеется на сегодняшний день в распоряжении у врача для того, чтобы сохранить в определенной степени контроль над артериальным давлением, провести профилактику инфаркта и инсульта, обеспечить качество жизни. И вот точкой приложения всех этих препаратов является как раз-таки эндотелия. И мы называем это терапевтической мишенью, эндотелия является терапевтической мишенью всех вот здесь перечисленных препаратов. Это и блокаторы, это и антагонисты кальция, и это ингибиторы протонной помпы, ингибиторы АПФ, это и диуретики, это и статины, и это вазопротективные антитромбогенные фибринолитические средства, такие как, скажем, солодексид, это может быть и аспирин, и препараты этой группы. И, конечно, безусловно, эллиоргинин также является тем веществом, который воздействует именно на эндотелии сосудов, улучшая гемодинамику потокозависимой вазодилитации, вызывая уменьшение индекса резистивности почечных артерий и способствует восстановлению цереброваскулярной реактивности. Конечно, при воздействии на эндотелии сосудов в первую очередь средства, воздействующие на эндотелии сосудов в данной возрастной группе преследует именно увеличение донации оксида азота, который, проходя, вот именно донаторы оксида азота, проходя этапы метаболизма, способствует высвобождению оксида азота и восполняет его резервы в сосудистой стенке. Именно элергенин в качестве субстрата является субстратом образования оксида азота. И можно предположить, что дополнительный прием элергенина имеет возможность устранить и уменьшить дефицит оксида азота в организме. И тем самым, конечно, элергенин является одним из тех препаратов, которые воздействуют именно на эндотелии сосудов, используя собственные его резервы для усиления действия. Не все препараты, перечисленные в данной таблице, имеют такое воздействие. Конечно, они снижают артериальное давление, они позволяют контролировать артериальное давление, контролировать работу коронарных артерий, в том числе снижать уровень липопротеидов низкой плотности, холестерин и снижать. Но и имеют дезагрегационные свойства. Но именно элергенин является тем веществом, которое является субстратом или предшественником образования оксида азота. Поэтому в современных подходах к ведению пациентов, к ведению людей с возраста при и постменопаузе медикаментозная терапия поддерживает именно стратегию метаболической терапии. И метаболическая терапия на уровне воздействия на эндотелий находит все большее применение. Элергенин имеет доказанные воздействия на эндотелий сосудов и восстанавливает его, улучшает динамику потока зависимой вазодилитации, повышает уровень СКФ, СКФ снижает уровень известных МАУ, уменьшает индекс резистивности почечных артерий и способствует восстановлению цербера паскулярной реактивности. Если сочетание же элергенина с ксилитолом, веществом, которое является независимым от инсулина источником энергии, столь необходимым в этом возрасте, и вот такое сочетание может дать еще более лучший эффект на состояние здоровья женщин в эпре и постменопаузе. Кроме того, ксилитол обладает выраженным противовоспалительным эффектом, и этот эффект как раз-таки опять работает на уровне именно эндотелия сосудов, и он очень важен в применении в этом возрасте ксилитола тем, что он оказывает положительное влияние на кишечную микробиоту, ну а, как известно, микробиота, она определяет наше состояние иммунитета, и это тоже немаловажный фактор в сохранении здоровья женщин в возрасте 45 лет и старше. И использование ксилитола еще имеет огромное значение в связи с тем, что в возрасте менопаузы развивается инсулинорезистентность, сахарный диабет второго типа, поэтому использование ксилитола профилактически или с лечебной целью позволяет снизить чувство голода и предотвратить возникновение кетоза при соблюдении различных диет. В Казахстане вот в 2022 году начата как раз наблюдательная такая исследовательская наблюдательная программа, которая названа была нами оценка применения ксилата тевартинового комплекса у женщин при перии и менопаузе в Республике Казахстан. Целью программы, конечно, является улучшение качества жизни, состояния и здоровья женщин старше 45 лет. Она включает в себя задачи оценку состояния здоровья углеводного, липидного, обмена сердечно-сосудистой системы, возрасте перия менопаузы и определение динамики выраженности климатерических расстройств в группе пациентов, которые будут получать ксилата тевартиновый комплекс и как составляющую комплексного лечения, комплексной терапии. Ну и включает программу изучения качества жизни пациенток до и после использования ксилата тевартинового комплекса. Ну и, конечно, конечной целью задачи является разработка на основании результатов комплексной антиэнджинговой программы и внедрение этой программы в рутинную клиническую практику врачей, эндокринологов, акушерогинекологов, нутрициологов и так далее. Ну и качество метода коррекции, основного метода коррекции. Здесь выбран ксилата тевартиновый антиэнджинговый курс. Это Life Extension. Он включает в себя введение ксилата в дозе 200 мл в течение 5 дней внутривенно-капельно с целью энергетической поддержки, улучшения обмена углеводов на фоне с первого же дня редукционной диеты. Вторым составляющим в этом комплексе является тевартин, препарат тевартин, также 200 мл внутривенно-капельно в течение 5 дней с целью восстановления эндотелия, улучшения микроциркуляции, ну и, конечно, улучшения вазодилитации за счет повышения секреции оксида азота в сосудистой стенке. И продолжение. Это третья часть. Это тоже тевартин, только тевартин аспартат применяется перорально после окончания инфузионной терапии в течение трех недель по 10 мл два раза в день с целью защиты сосудов и предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. В комплекс метода коррекции состояния здоровья женщин после 45 лет входит гипокалорийная диета в течение месяца, ну и программа повышения физической активности. Перед вами материалы метода. Здесь индекс массы тела у всех пациентов мы определяем до и после выполнения этой программы артериальное давление с учетом возраста пациента, этнической преднадлежности, основных клинических симптомов, ну и подсчитываем особо специфически такой показатель, как менопаузальный индекс Пупермана. Конечно, это лабораторные методы исследования, включая липидограмму, гормональный профиль, углеводный обмен до и после проведения комплексной терапии и инструментальные методы исследования, которые являются специфичными для гинекологии плюс электрокардиограмма. Ну и это исследование на сегодняшний день в Казахстане проводится, разработаны критерии включения и исключения из исследования и был разработан график проведения данной программы. Программа будет завершена к августу, в августе 2022 года. Ну и вот эта программа включает в себя, началась она, была запущена в программе в апреле, включает в себе 4 визита. Это первый визит, или нулевой мы его назначаем, когда пациентка, женщина включается в эту программу с ее информированного согласия. Первые наблюдения проводятся на фоне лечения через неделю, второе через месяц и третье наблюдение через 3 месяца. То есть это завершающая ситуация. Ну и мы думаем, что мы с этими пациентами, включенными в исследование, будем продолжать наблюдения за их состоянием здоровья, ну и заботиться о том, чтобы предотвратить возможные осложнения, связанные с менопаузой, переменопаузой и повышать качество жизни этих женщин. Итак, коллеги, завершая свое выступление, хотела бы сказать, что элергенин и также как и ксилатный комплекс могут явиться надежной защиты здоровья женщин в возрасте перья и после менопаузы и могут быть именно включены программы комплексного сохранения или менеджмента сохранения состояния здоровья женщин или менеджмента менопаузы. Благодарю вас за внимание. Если будут вопросы, я с удовольствием отвечу. Конечно, будут вопросы с учетом того, что наши зрители не только вопросы озвучивают в чате, а еще и комплименты. Я сначала зачитаю комплименты, а потом уже к вопросам перейдем. Очень интересный доклад. Спасибо. Моя любимая тема. Спасибо большое. А вот теперь вот вопрос. С какой периодичностью назначать курс Тивартин и ксилат? По данным исследованиям можно назначать их три раза в год. То есть это получается, если месячный курс терапии идет, то повторяется каждые три месяца. Спасибо. Спасибо большое. И благодарим вас за то, что вы нашли время сегодня проконсультировать, побыть с нами и пообщаться со зрителями. Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.